ну вот сегодня у нас 2 декабря 2017 года утра по завтрак один с братьями печку истопили слава богу вот сейчас вот братья тут счетов чем-то занимается тоже сидят каждый своим делом один читать журнал тайская миссия ночи брат у меня вопрос к гнатью тихону еще есть а ну давай как раз засниму гнать и тихоныч можете ответить на вопрос почему мы христиане вообще все люди должны верить именно священному писанию как библии ветхому завету новому завету ведь есть как известно рукописи более древние потому не знаю индусов кажется есть там их не еще там записи дону ну скажем древнее нового завета то ветхий завет понятно что самые древние это сейчас тут такое движение родноверы него язычество отец андрей ткачев говорит что это большая грозная опасность я в этом вижу опасности язычество навсегда был их в язычество вошло уже в эту структуру как бы сказать вошло и разрушила как изнутри ее разорвало все христианство это не везде ставят почему вы верите жидовским писанием я выставляю сейчас вот считаю евангелие вот у меня здесь идут по порядку это святая библия вот мои если же господин его дал ему жену и она родила ему сынов или дочерей то жена и дети ее пусть останутся у господина ее а он выйдет один но если раб скажет люблю господина моего жену мою и детей моих не пойду на волю то пусть господин его приведет его пред богов и поставить его к двери или косяку и проколит ему господин его ухо шилом и он останется рабом его вечно еще тут вот этот пискай считаю чтобы убей то другое перед богов речь идет о боге иегове то пред богов каких богов поставить а речь найдет закон евреям сколько непонятно вот здесь а когда начинаешь считать толкование святых отцов они разъясняют так вот я спрашиваю есть древние один раз или два ответил дальше вижу они совершенно не принимают это вот был тут левашов николай там петров константин генерал проповедовал это там твердых лебов есть такие они ненависть к евреям большую имеют и поэтому сразу поцовывают вот я с одним разговариваю вообразим так что он язычник а вы знаете что у русских были книги и сожгли церковь книги были какие но сейчас целая книга вышла да это подделка оригинал они музея книги нет это подделка ну давай предположим до христианства были эти книги еще дальше о чем они они говорят о том что человек грешен нет ну теперь написал в этом 21 веке человек написал и говорит это нашли там свитки а на чем они были написаны на чем на бересте на бересте что ты напишешь то много ли там можно написать а другое дело телящая кожа там пергаменты папирус был это умели делать во-первых это обман а теперь о чем какая история откуда взялся этот народ трусы мы оттуда получали эти сведения то другое ну то есть не они о чем говорить ну кто то говорит о царствах амураппи сохранили же клинопись сохранились музеи лежат британском музее и о чем они говорят должники кто кто сколько в йодер рису мешков бобов там должен больше ничего нету глиняные таблички обожженные там или как они все даже не знаю но речь идет что по тогдашнему сказать такие же были свои крохоборы иуды закабаляли людей может под проценты брали чтобы отдали были может кризис и инфляции там ничего нельзя узнать и чему можно научиться молодому юному с детства до старости чтобы умереть спокойно я могу от этих табличек нет а в другом месте говорится вот царь там был такой рамзес воевал и еще дальше но воевал я знаю воевал или не знаю был он или не был ко мне какое отношение это имеет могу ли я сейчас сказать я хочу за рамзеса но и что а где на рамзес даже город найти не могут который он строил не могут в интернете показывают нил все завела за и за илила и вообще нигде нету никто не знает даже где были в каком месте евреи были когда были там но еще какие а вот царство инков нашли от инков вообще ничего нету они по сегодняшний день непонятно почему они сорвались где ты ушли ну мы можем думать по-разному может быть просто конкистадора эти захватили убили зарыли все как народ говорила их уничтожен христиан и никто не знать будет что были они или не были так что тут еще надо но еще более древние а какие древние индуски там про бога вообще нету шакьяр там я читал и занимался мало с этим смотрел ну как познавал он человек достигает совершенства нирваны свои там он знает карма на что выступает так это человек а кому молиться буда да буда это человек был а божествием вообще нету слова а имеет ли представление те религии которые были в основном то писали там монахи не простые крестьяне от крестьян то еще не осталось а от богатых там много мумифицированных кошек наше целое кладбище кошачье мумифицировали по-настоящему даже и какое отношение ко мне это имеет ну фараона нашей в египте вот хилопса там стоит пирамида ну а дальше то дальше шагни где он еще неизвестно ну хоть что то как родился он как веровал была ли надежда на жизнь вечную ничего нету так это одно только мы туда заглядываем и говорим нету 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 а теперь а сегодня кто-то будет распространять там какие-то веды и так чтобы люди успокоились распространяют да есть такие а получают они удовлетворение да никак опять ответа нигде нету а евреи сумели плененные разрозненные по всему миру развеянные и они сохранили свое слово будет хор еврейских мальчиков заряди только видел нет видел немножко ну я просто хочу показать немножко хотя бы чуть-чуть только это как раз по ответу будет и не я же это то пишется веру салиме там этот ролик то но немножко хотя бы сейчас откроем мы посмотрим вот смотри хор еврейских мальчиков хор еврейских мальчиков вот она идет смотри вот она или сколько они тут 559 больше то нету тут четыре миллиона из этих мальчиков но это одно и то же но почему-то сильно мало здесь я не жили пять минут больше конечно 6 минут но вот сейчас мы увидим вот посмотри вот они как делать хор еврейских мальчиков это снять можно так что мы видим мальчик сидит считает видите как разграничено 12 там сколько у него три столбца и он один никого нету рядом с ними и у него же надета своя ирмонка это могут сделать так ну прямо вникает стилит и смотрит а что он считает книгу я садила тора 3600 лет это не два дня а а события которые ну события как начало писать еще тут те события и описывается и что дальше он смотри какое передает передает поколение задумался давно стоит ребятишек один будет считать библию и вот так сидеть задуматься даже этого не сделают невозможно я показываю дальше история враги проходили разравнивали все равно сохранились стена плаща у почему славян не осталось ничего у других которые говорят ничего камни одни и притом она полита вся слезами и кого нет теперь что он стоит делает он подходит берет книгу посмотри какие книги на языке вновь созданный язык это еще чудо одно а в это время сидит его дед считает что книгу тоже божественную да у нас сегодня в семье чтобы отец так спокойно сидел читал библии новые заветы а ребенок отдельно сидел вникал так это не для снимка только это и действительно так теперь что он решил поразмысле да махнул головой что значит все так и есть дамы избранный народ и бог нас хранит что-то у него там заложено смотри дальше это они поют как раз о том времени как город был и русалим захвачен давидом это не два дня три тысячи шестьсот лет история до давида это три тысячи лет и они поют они по таким удушевлением поют это не просто там на сегодняшние какие-то события русские о чем поют я у дедушки один я у бабушки один а или то ли еще будет то есть окончательно уничтожение нации идет он подошел види на его лицо как он радостно даже но артисту то так не сделать он он весь сияет и он уже как деда расстегнуты он все принимает и такая же ярмалка на голове у него и он в ней ходит и ему не тяжело смотреть и что оба в очках а ты что признак того что много считают это один из признаков как у японцев выписать иероглифы полуслепая нация теперь посмотри сколько здесь любви а у нас только так спрятать со старших и безобразней даже свои верующие если где-то старше то они бегут у нас тут были одни мы идем с картошки они бегут и в каждый двор прятаться надо не не хочешь да подумаешь не хорошо бояться старше деда тебе смотрит о чем ты занимаешься то есть он не видел его чем он занимается он показывает вот такая книга как ну ты веришь это да и так и есть о чем иерусалем ирушалаем вот теперь он смотрит ясно дело что дед был другой комнате где-то он даже не видел что он занимается он один сам а теперь дед что там достал и положил под ним у нас что положить шоколадку слопать а деда им еще положил но еврей дед который прожил жизнь не в пьянстве не ну прожил кажется христианином только ему надо было быть и он смотрит смотри как удивленно что тут такое есть что тут где-то ему хочет подарить то а что самое для него ценное дед знает но у него этого нету у мальчика это деда это ты мне дал это а за что как и он руку точно так же сделал смотреть я отнимательно смотрю он увидал что у меня чеки там он уже миллионер в одну минуту стал миллионером а может миллиардером ты глянь глянь как вот теперь у него статус сразу повысился дед всю жизнь готовил передать но у нас кто это маленькому ребенку да за он в один день профурит все а этот ни копейки никуда не денет почему а там уже оговорено раньше 18 лет он не имеет права воспользовать им до совершеннолетия пока придет в возраст павел о чем пишет и до смерти завещателя он не может ну посланник евреем гляди гляди на него взаимные объятия какие да такие объятия что ярмонка светит как они поют смотри с каким воодушевлением и дирижерка я решала им то у нас а москве будет так петь у нас глаза зажмуривает не хватает ему голосовых связок и потом все так поют я просто передергивать буду теперь они пошли куда-то с дедом куда они пришли а тут прямо они с дедом пришли и русалим он рассказывал кем кем что вот это есть Он привел к священному месту. И видно, с каким он благоговением. Он за руку не тащит его. Он идет и сияет, мальчик весь. Мы-то знаем, что они ошиблись, не приняли Христа. И Господь таким сказал, отец ваш дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Но они-то это не принимают. Мы не знаем, как это будет. Но дело в том, что и примут они своего Машиаха дождутся. Для нас это антихрист, три с половиной года. Но как он верит? Надо посмотреть. Он серьезно понимает, что эта стена, напоминающая о крушении, но она восстанет. Все. Я раньше кончил молиться, тронул его и пошли. Я вот смотрю, ну рассуждаю так. Разве нельзя с этого пример взять? А мы можем так вот сделать? Русские говорят. Только о Царстве Небесном, о Небесном Иерусалиме и так же поется. А глянись Суламита. Можно, но будет, ну один-два. Это практически все они так учат. Это цель. А откуда они это узнали всего? Из книги, которые сохранились. Которые они переписывали. Которые хранили дороже всего. Мартин Лютер там, когда воздвиг, там гонения на них-то. Их выселяли. С собой нельзя взять ни одного свитка. Свитки сжигать. Дома разрушать. Синагоги уничтожать. И они закапывали где-то под деревом. Чтоб потом, спустя какие-то годы, тайно приехать пробраться и вытащить из-под земли и увезти. И как они чистоту добивались. Наконец, один сверили свиток. Сделали во всем мире все свитки изъять и уничтожить. Видимо, даны были им взамен это. Чтобы выправить, где были допущены ошибки. И никакого раскола не было, как при них. Они приправки книг-то. Это еще раз говорит, что это невозможно сделать. Абсолютно невозможно. Вот мы прочитаем в книге Библии. У нас это написано. Вот я открою сейчас. Иеремия 1.12. Вот посмотри, как написано. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Сколько пророчностей. Ни в одной религии этого нет. Нет вообще пророчностей. Сегодня у мусульман, интересно, они, что говорится о приходе Христа, они все на своего вождя перекидывают. Ну так, мало ли еще можно сказать. Это евреи. Поэтому мы верим. И теперь, допустим, сохранились какие-то старые книги. Но они в музее. Дальше они не идут. А здесь одних только христиан, которые книгами пользуются миллиард. Миллиард ежедневно. И умирают люди за это. Псалтырное чтение. Писал Давид. И главная биография не скрывается. Тамошние, которые герои пишут, они ни одного отрицательного случая не описывают. О своих героях. А у нас известно, Давид согрешил, пал не один раз. И что было. И однако псалмы его переведенные. Переведенные на все языки. Ну, доступные для нас. Вот у нас Герасим Петрович Павский перевел псалтырь. Мы поем. 50-й псалом. 90-й псалом. Живые помощи. Брали с собой на фронт, переписывали. Это по сегодняшний день. Даже то, что именно на основании Библии рождается новая секта и говорит, что она живая. Люди перетолковывают ее. Я верю ей. А книги, какие были у меня в руках-то, даже перечислить невозможно. Чего только я не читал. Какие книги. Как только евангельское слово даже не попало, я читал атеистические. Тогда был профессор Ленинградской семинарии Александр Александрович Осипов. Это не этот Осипов. И он там Милорадов, кажется, или еще какой-то, опровергает его и приводит места из Писания. Он профессор от Духовной Академии был в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Я-то ничего не знал. В армии первый раз эту брошюру встретил. А его, как он, свое отступление возвышал. И вот эти места Писания-то, они пронзили мои души. Я не знал, что это из Библии, что Бог бодрствует над словом. Ничего не знал. Я просто считал подряд и вдруг эти слова. Я не знал, что такое цифры. Две цифры через двоеточие. Что это означает? Это глава стих. Теперь я уже знаю. Тогда не знал. Я сразу понял. Необыкновенные слова. Но так как с собой много в армию не возьмешь, тогда пошел еще брошюру купил, потому что, если я здесь вырежу, а на той стороне тоже такое божественное, теперь я другую книжку вырезаю. И подряд вот эти слова. И когда он спорил, доказывал кому-то, я не знаю ничего, что он говорит-то, но я вижу, внутренним духом почувствовал, он, атеист этот, не может опровергнуть того, который говорит по Писанию этому. Я стал искать. У Виктора Игуго впервые встретил. Он говорит, епископ Евеню делал пометки. Я предполагаю, что это было взято из Евангелия. То есть Виктор Гюго то ли не знал этого. Отверзанное, мезорабле. Оттуда. Я еще нашел подтверждение. И когда в руки мне дали Новый Завет, 27 сентября 1962 года, в 17.00, и они вышли в другую комнату. Вот, посчитай. Я стал читать и записывать. А Рождество Иисуса Христа было так. Первое мне не понравилось. А Ром родил Исаак, Исаак. Мужики не рожают, я сразу понял. А ты, что тут говорить-то? Тут я понял, мое опровержение. А дальше, Рождество и дальше все божественное. Я понял, я сошел с корабля на берег. Ну, у меня сейчас заканчивается уже. Я должен идти на Лоцманский катерок и к кораблю своему. И мне тороплюсь. Они обедают. Еремеев Михаил Александрович и Анна Матвеевна, жена. Я, когда зашел, самое интересное. Вот, я еще не знал, что тут прежняя моя жизнь будет окончена. Умру я здесь. А я зашел, а посмотрел тучи над Борском, про сектантов. Там жертву приносят, там распинают. Я так и думал. Откуда бы я знал-то? Советская пропаганда, она была здесь. Баптисты, да это же не наши люди. Конечно, что делать с ними-то? И правильно, что сажают-то. Я зашел, а у них дверь не закрывалась. Они сразу, как заходишь, они на ключ. Зашел они на ключ, я понял, попался. Я сразу глазами окинул. Рядом вижу табуретку. Первым делом я что-то табуретку схвачу. Ударю по раме, с рамой высажу все. Я много спортом занимался, боксом. Ну и выскочу. Они оба одинаковые. Ну, примерно по метр шестьдесят, а может пониже. И оба черненькие такие. Я думаю, вот такие они и есть, баптисты. К себе заманывают. А теперь я понял, жизнь началась другая. Они мне сразу же дали, кажется, Евангелие от Иоанна. Потом Новый Завет. А потом Бог подарил мне Библию. Вот почему мы верим в это. И вот на основании смеси такой, там и Коран составленный, там он на слух что взял, Мухаммад-то слышал. Он дуает, Давыд. Ну а почему Псалтыр-то не привел? А он не знает его. Он, ну, торговал, где он бы там? Кто ему разъяснял? И мы видим, главное это вера. И внутренний дух мой отвечает. И для малого, для большого, для всех достаточно. Какой бы он ни был. Киприан Карфагенский говорит, когда человек принимает крещение, во Христа крестившийся, во Христа облеклись. Галатом 3, 27. Во Христа. И Бог дает тунику. Что такое туника? Нижняя одежда ораторов. И она говорит, не бывает слишком велика для младенца и слишком коротка для богатыря. Точно по мерке скроенная, Бог дает. И я это понял. Понял. Внутренним духом своим. А дальше стал сравнивать, считать святых отцов, сектантов разных. И опять занялся буддизмом, посмотреть, сравнить. Коран. У меня Коран с собой. Чтобы не было. Я вот, он лежит передо мной все время. Вот он Коран. Пожалуйста. Это же я не выдумываю где-то. Вот кто, если хочет, просчитай дальше. Слева направо. Вот. И я вижу, что божественное, что небожественное. Божественное только Библия. Святая Библия. По-другому. Голлигенбай. Голлигенбай. Байбл. Вот. Теперь. Когда я спрашиваю эти язычники, им легко отвечать. Ничего у вас нет. И подражать нечему. И умирает без наставления, в ничто превращается. Божества-то нет. Молиться нечему. Никто не обещает им жизнь вечную. А здесь я знаю, смерти нет. Самая главная победа Христа. Нет смерти. Я могу сказать ребенку, старому, на улице, пьянице. Пьянице царствие Божие не наследует. А он ничего не может сказать. Даже давай. Твои книги тебе написали новые. Даже новая написана, отредактированная. С картинками они ничего дать не могут. Ничего, кроме ада, погибели. А вот они, христиане, пожгли. Ну, пожгли. Давай, а пожигать не буду. Пожгли. У вас были там целые библиотеки. Ну, а почему пожгли-то? Как допустил ваш бог-то? Велес там кто у них? Еще, ну, Перун. Ну, бог говорит, бодрствую. Уничтожал. Да, уничтожали коммунисты. Все сжигали. А оно есть миллионами тиражами. Так оно издается-то не миллионами, а сотнями миллионов. Мне вспоминаются слова одного из самых гнусных безбожников Вольтер Дидро и Руссо в это время на Парижской коммуне. И Вольтер выступает там с одного балкона и говорит, там это у них какое-то народное собрание. И говорит, через сто лет Библия будет позабытой, заброшенной книгой. Ее можно будет найти только в археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. И теперь мы знаем, что бог как насмеялся. В этом же здании был основан склад британского библейского общества. Переведенная новая перевода. А переводы не один, не два. Количество переводов к двум тысячам приближается. Может, у меня устарелые данные. А нации две тысячи восемьсот девяносто шесть. Но еще не все получили. Частично. Не полностью Библия. И новые переводы на разных языках. Что говорить? И поэтому сердце мое здесь. Он сказал, я бодрусь над словами, чтобы оно скоро исполнилось. То есть пророчество. Пророчество говорили о пришествии, о рождении сына 7-14 Исаия. За семьсот лет, говорит, родится младенец. И как его будут звать? Дальше 57 глава, 53 глава об этом говорит. Он изязан за грехи наши, мужчин за беззаконие наши. Наказание мира нашего было о нем. Ранами его мы исцелились. Но не ранами какого-то другого. Никак не подходит. Только о Христе. И поэтому я прославляю тот день, в который Бог дал мне Библию. И тот день, когда он дал веру в себя. Это дар Божий. Это благодать Божия. Если бы даже новые, написанные другие религии дали бы книги, в них нет миллионной доли того, что есть в Библии. Мне еще интересно сказать. Евгений Берси был проповедник такой во Франции. Времена Парижской коммуны. И он задал вопрос. Вы знаете, граф там, ну, конкретно, я уже добавляю, как бы посаженный в тюрьму, отсидел на всю жизнь и там и умер. Посидел. Какую книгу взяли бы, если ее нельзя не обменять? Она одна на всю жизнь. А ты молодой, тебя взяли. Интересно, были там, говорит, атеисты. Все ответили. То есть, вживаясь в тот образ, как граф Монте-Кристо, с Библией. И сколько ты не считай ее, она будет как новая. Я вот занимаюсь 55 лет. Это немного. Но все-таки, почему Достоевский сказал, что и во всей мировой литературе нет ничего симпатичнее и привлекательнее личности Иисуса Христа, познаваемой из Евангелия. Если кто-то доказал мне, что Христос и истина противоположная, я лучше предпочел бы отстаться со Христом, нежели с истиной. Федор Михайлович Достоевский. Лучше. И это не один человек, не двое. Даже Мартин Людер говорил, в мире есть только одна книга Библии, одна личность Христос. Одна книга. Ежедневно читаем мы вот Слово Божие, молитвы, Псалтырь считаем. И как будто бы, ну же я, ну сотню-то раз я прочитал Псалтырь этот. А как будто первый раз. И сейчас вот выставляю, мной насчитанная Библия, это уже когда я вернулся из заключения, второй раз, тогда я насчитал до 80-го года. Ну а тут уже после освобождения, уже на компьютер. Чистые записи. И я посмотрел, я только 8 снял где-то, ну другие названия под разными, у кого-то пересняли себе. И в интернете все это стоит. А сейчас я выставляю, перетягиваю к себе. Не знаю, так уж случилось, что до сегодняшнего дня буквально не было у меня мной насчитанной Библии на наших ресурсах. А только на сайте, во свете Библии. Там были, ну там мало видно. А здесь роликами отдельными, аудио перевели как бы в видео. И вот так. Вот почему мы верим Слову Божию, у которого название Священное Писание и Святая Библия. Равному, похожему нигде ничего нет. Спаси Христос. Вот так.